Чтобы начать свой автопробег, посвященный столетию геноцида армянского народа, армяне, живущие в Ленинском районе, собрались у дворца Спортовидное. Вся парковка УДС была забита автомобилями. На машинах были наклеены изображения цветка незабудки, который стал символом юбилейной даты. На всех языках название этого цветка имеет одинаковый смысл, и он полностью символизирует отношение армян к этим страшным событиям. Слова «помним» и «требуем» стали девизом юбилея. Ведь армяне продолжают добиваться признания геноцида во всех странах мира. Этот день для каждого армяния должен быть обязаловкой. Это долг каждого армяния. Мы вместе, мы силы, и они неправы. Армянский народ изданно дружил с российским. Во времена геноцида многие армяне в поисках политического убежища целыми семьями бежали в Россию. Наша страна любезно приютила этот доброжелательный народ, и поныне мы поддерживаем хорошие отношения. На акции «Столетие геноцида армян» участники мероприятия проявили свою благодарность России, следуя в автопробеге с российскими флагами. Здесь живем. Здесь давно, уже много лет живем. Конечно, должен и наши флаги, и российские флаги, чтобы имели. Автоколонна проехала по всему городу Видное и направилась к храму новомучников и исповедников российских в Бутове, где в их честь установлен мемориальный крест, куда участники акции возложили венки и цветы. Здесь делегацию встречал глава сельского поселения Булатниковская Сергей Арчуков и настоятель храма протеерей Кирилл Каледа, предки которого тоже пострадали во времена армянского геноцида. Эта дата, эта память о пострадавших, она должна быть священна для всех нас, в ком течет армянская кровь. Печально, что до сих пор народ и государство, которое несет ответственность за это злодеяние, не доходит в себе мужества признать это злом. Сто лет назад со стороны власти Османской империи начались гонения на армян, проживающих на турецкой территории. В ходе геноцида армян погибло около полутора миллиона человек. Некоторым удалось спастись, но им пришлось навсегда покинуть родные земли. И сейчас, когда все позади, когда армянский народ живет в спокойствии, они все равно не забывают о своей истории и чтят память погибших. Несколько десяток лет ведется борьба, чтобы оно не повторялось. Должны соединяться в все силы, найти в себе мужество, найти в себе благородство, оценить все эти ситуации. Ведь гибнут дети, старики, теряются культурные ценности народов, уничтожать очень много памятников. Акция «В память геноцида армян» в Ленинском районе проходит впервые. И организаторы надеются, что акция станет традиционной. Каждый год это делается в Москве и в разных городах России. Но конкретно в нашем районе это первый раз. Это первое мероприятие, которое является начальным для создания на районе общин армян. По мнению армян, в Ленинском районе уже настал момент, когда просто необходимо создавать армянскую диаспору. Потому что количество людей этой нации увеличивается. И для того, чтобы им комфортнее было взаимодействовать друг с другом, нужна диаспора. Юлия Погосян, Константин Брылов, Ирина Кошлева. Видное ТВ.